Добрый день, друзья. Пятиминутка без политики. Был здесь ролик, один у меня вчера, про Градского и Макаревича, массово там было каких-то нареканий в соцсетях. Поэтому решил я без Андрея Вадимовича, но с Буйновым. Градский о Буйновой, вернее о джинсах Буйнова. Конечно, сейчас молодым не понять, что такое джинсы были в наше время, в 70-е, 80-е. Сейчас, когда человек может пойти и купить себе вместо продуктового набора джинсы еще курточку и кепочку, им, конечно, не понять, что, во-первых, это было очень дорого, джинсы стоили столько же, сколько человек получал в месяц, месячную зарплату, то есть больше 100 рублей, а во-вторых, их просто было не найти. То есть мало того, что они стоили дорого, и только партийная элита и обладатели чеков серии D или сертификатов в магазине «Березка» могли приобрести финские джинсы, лицензионные, райфл, еще какие-то в сети этих магазинов. Остальное все либо привозилось из-за границы, либо покупалось у спекулянтов с риском, что тебе что-нибудь в паре. Там самые разные были варианты. Допустим, в пакете могла быть однажданин, но так упакована. Один джинс продавались два раза, ну и не говоря о том, что не было возможности померить, и всякие подделки были. И повторюсь, это стоило очень дорого. К 80-м джинсы стоили 180 рублей. Их привозили мадьяры из Венгрии, потому что в Венгрии делался левайс по лицензии, они выглядели как настоящие американские. И поляки, конечно, торговали и рендлером, и другими штанами. Круче всего, конечно, была Монтана. Монтана это просто было. Кавказцы просто с ума сходили. Там 250 рублей можно было зарядить. А при том, что повторюсь, что зарплата инженера была 100-120. Я в московском комсомольце в середине 80-х работал на полстатки, потому что полной ставки, никого не было, 65 рублей. Притом, что я вел номера, был исполняющим обязанности, а потом и редактором отдела. Все те же 65 рублей. Это просто для того, чтобы призывать контекст. Правда, здесь городские рассказывают про еще более ранние времена, про 70-е. История смешная, послушайте. Ну, знаешь, все твои подельники уже, порог движения, они уже все бросили курить. Я здесь беседовал с Сашей Буйновым. А он курил? А он бамбук курил. Это я не курил. Он рассказал одну историю, которую я хочу, чтобы ты послушал и прокомментировал. Понятно. Это сейчас. Заготовка. Как всегда, ненавижу давать интервью. После работы, после концерта. Но сейчас пытаюсь восстановить память. У меня все, что связано с Александром Городским, самое позитивное в моей жизни. Он собирал деньги, чтобы не освободить армию. У меня связано с ним очень много хороших моментов. Один гениальный просто, из далекой юности. В одном из домов колхозника, вот так я утром просыпаюсь, пробивается солнышко, так вот клево, так. Телевесна, только такое клевое настроение. У меня были джинсы, предмет зависти. Ну, если не всей Москвы, но, по крайней мере, половину Москвы просто. И вот предмет зависти был всех. Я так думаю, что и предмет зависти и Полонского Володьки, и Градского тоже. А отчасти так, отчасти, может, им надоело, что я их таскаю. Они все время заштопаны, они все время, да не было модно рваные. Как раз они на коленках рвались. И я их там подштопаю, там, как это, на живую, вот так вот, раз, как подворотничок солдатский. И снова ношу опять, раз, там, все, осторожно. Потом я перестал их стирать, думаю, что они вообще и развалятся. Я стал их носить так, без стирки. Вот потом он, как говорится, поставил их вот так вот, полюбовался и лег спать. Дважды утром встаю, вот так солнышко через окошко, так клево. И мои джинсы, Канзас-Сити, настоящие, валяются на полу, на грязном, в этом доме колхозника. И я, а эти падлы, значит, смотрят и хихикают злорадно. Я ничего не заподозрил. Они тут валяются и все. Ну, как будто по ним там походили, не знаю. Я беру их так. И я понял, что они были прибиты и привинчены к полу. И они сразу расползались на вот просто дырки везде, на заднице. Здесь вот они, сволочь, они их где шурупами привинтили, где гвоздями заколотили. Ну, так вот, и вроде как они валяются. Они так догадались, что я их рвану. Ну, как нормально, ты же понимаешь, ну, сволочь, раз берешь тогда со злости. И все, аккуратненько я возьму штанишки, нет, чтобы я не разорвал. Порвал себе нафиг. Это эпопея была с этими штанами. Ну, тогда они от меня убегали, в общем. Ну, я плакал. Были слезы у меня искренние просто. Казахи, блюд, джинс. Ну что, ты ведь всегда любишь говорить, что все помнят неправильно, все все путают. Не, ну, он, конечно, он фантазирует, Сашка. Как, не было этого? Нет, мы под кроватью их, во-первых, он не помнил, мы под кроватью их положили. Положили или прибили все? Прибили, конечно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.